Летом 2018 года мы уже рассказывали о домах-призраках, расположенных в районе Каштагского кольца. Замороженные постройки несут большую опасность. В региональное отделение Российского народного фронта поступали обращения местных жителей, которые проживают рядом с двумя недостроенными на Каштагской развязке. Были и звонки, к нам обращались неоднократно. Там очень много арматуры, очень много опасных предметов. И вообще эта территория может быть потенциально опасна для местных жителей, потому что там стоит кран, там были не огорожены конструкции строительные. Нами впоследствии было направлено обращение в органы прокуратуры Забайкальского края. Прокуратурой было инициировано акт реагирования. И через суд уже было принято решение о том, чтобы обязать ответственной структурой законсервировать этот строительный объект. Мы отправились к недостроенным Каштагским свечкам, чтобы воочию убедиться, действительно ли устранены нарушения по брошенным объектам. Это ладно, что убрали все эти, так сказать, леса строители. Уже же тут был случай, что снимали уже с этого крана. Подростки ради драйва в прошлом году залезали на этот кран и хотели показать, кто круче между ними. И опасность, конечно же, огромная. Вызывали МЧС, милицию вызывали. И все равно они продолжали это делать. Хорошо, что вы обратили внимание на нашу проблему. Опасности есть, конечно. Ограждение, думаю, хорошую роль сыграло. Потому что тут бездомных собак много, для детей опасностей очень много. Конечно, стройка есть стройка, она должна быть огорожена, я не спорю. Стройка должна быть огорожена, а не весь комплекс наш. Получается, что огородили полностью вот этот вот участок, где наш дом попадает. Мы полностью отгорожены, получается, от внешнего мира. То есть нам приходится вот так крюк давать. На сегодняшний день опасность все же остается. Несет ее брошенный строительный кран. Жильцы соседнего с недостроем дома неоднократно видели, как порывы ветра раскачивают его стрелу из стороны в сторону. Неизвестно остается и надежность закрепления этой конструкции. Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ